МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это четвертый состав. Он был сформирован летом 2022 года. Ну и так представлю участников нашей студии. Лыткин Матвей Иванович, председатель общественной палаты городского округа город Якутск. Добрый день. Здравствуйте. Дальше у нас идет Сардан Анатольевна Протодьяконова, председатель комиссии общественной палаты по этике и регламенту. Здравствуйте. Здравствуйте. И Андреевская Ирина Валерьевна, вот председатель комиссии по социальным вопросам. Добрый день. Добрый день. Ну, уважаемые телезрители и радиослушатели, наши телефоны 32-00-66 и 32-11-66. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните вот членам общественной палаты городского округа город Якутск. Думаю, что вопросы у вас тоже возникнут в этом случае. Ну что ж, мы начнем нашу передачу. Времени у нас не так много в прямом эфире. Ну, Матвеев Иванович, вам вопрос, как руководителю общественной палаты города Якутска. Расскажите о составе общественной палаты. Кто входит в состав, пожалуйста. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, общественная палата – это очень нужная структура. Я вот, поработав два года, могу так сказать. Значит, все активные люди представлены главой администрации города Якутска – 7 человек, городской думой – 7 человек и общественники – 7 человек. Всего нас 21 человек. Ну, эта структура именно связующая звено с администрацией города Якутска и с жителями города Якутска. Нас всегда путают с общественной палатой республиканской. Но поскольку город Якутск очень большой, много проблем, буквально 30% населения республики живет в нашей столице, поэтому и общественная палата очень широко представлена. Я, допустим, хотел бы вот среди членов общественной палаты отметить таких аксакалов, как Дмитрий Афанасьевич Алексеев, он директор медучилища, очень известный человек тоже. Вот, Алексей Семенович Пенигин – известный меценат вот крупных спортивных мероприятий. Среди членов общественной палаты сегодня мы имеем участника специальной военной операции. Он сейчас, к сожалению, контужен и получил ранение, находится в госпитале, мы с ним держим связь. Это наш член общественной палаты тоже по вопросам СВО. Значит, Афанасьевич Афанасьевич, вот у нас известный финансист тоже. Поэтому вот как работает наша общественная палата? Мы внедрены во все комиссии города Якутска по важным вопросам. Это жилье, это дороги, это вопросы ЖКХ, образования, социальный сектор. Поэтому мы вот имеем внутри общественной палаты специальные блоки, комиссии, которые занимаются именно теми проблемами, которые волнуют наших горожан. И вот очень интересно то, что, как я как председатель участвую во всех планерных совещаниях города Якутска. Если наши члены общественной палаты заметили где-то вот проблемные точки, недавно, например, вот по вопросам автобусов, тоже это был, я отстаивал тоже перед Евгением Николаевичем, очень хорошо мы отработали, получается, да. И всегда Евгений Николаевич слушает, что говорит общественность. Вот поэтому наша сила в том, что мы как бы озвучиваем, доводим до городской администрации все вопросы, которые волнуют горожан. Поэтому мы открыты для наших жителей. Любой вопрос мы ждем, например, в адрес администрации города, с пометкой «Общественная палата». Вот тогда она доходит. И более того, администрация города нам представила целый кабинет, 503-й у нас, пятый этаж, буквально все там заместители, руководители. Мы вместе с ними сидим на пятом этаже. Поэтому, уважаемые горожане, можете обратиться к нам через администрацию, и прямо к нам, вот, 503-й кабинет. Поэтому, вот, в плане работы какие у нас? Да, вот на этот год, 24-й. Да, допустим, в прошлом году, вот, когда только, вот, вопросы специальной военной операции очень остро стояли, мы, как «Общественная палата», вот у нас, Брызгалова Сардана Семеновна, по ее инициативе мы организовали концерт. И более 300 тысяч внесли в фонд «Победа», например. Вот это наша помощь была. И сейчас мы вот совсем скоро в канун, ну, в честь Дня Защитника Отечества тоже хотим помочь нашим бойцам, тем, кто на передовой проводим акцию, и поступившие средства будем, как бы, направлять в городской фонд «Победа». Да, вот так вот мы работаем. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы активизировать общественность. По списку в городе Якутске более 2000 общественных организаций. Но, к сожалению, не все действуют, не все активно работают. Поэтому вот наша задача, чтобы их всегда держать на пульсе, чтобы они были активны и в некоторых вопросах связать вот с деятельностью городской администрации. Но вы, конечно, должны все-таки вот держать тесную связь с населением. Да, да. В самую первую очередь, конечно, да. Не только, скажем, здесь, на территории города. Очень помогает то, что вот все, буквально 21 человек, они все представляют различные слои нашего общества, нашего населения. Да, я, например, вот сколько меня продвигали трезвые Якутии, общественники, которые за трезвость, за то, чтобы в городе было меньше алкогольных точек. Вот они меня продвигали, например. И я сейчас, допустим, все вопросы, которые вокруг этого... Ну, в общем-то, это сказалось на ситуации-то? Да, ну, сегодня вот глава города Якутска с цифрами отчитывается. И о том, там, как говорят наши специалисты, очень большие снижения по пьяной преступности и так далее. Поэтому процесс идет, хорошо идет. Вот так вот. Вот. Ну что ж, конечно, взаимодействие... Ну, со мной, конечно, взаимодействие не только, скажем, вот с теми управлениями, да, отделами мэрии города Якутска, но и, наверное, с пригородными администрациями. Есть связь? Ну, да. Какую-то поддерживать? Все руководители округа на пленарном заседании, все мы вместе заседаем. И если есть от нас какие-то вопросы, какие-то проблемные там вопросы, мы озвучиваем. И сразу это все, если, значит, есть какие-то пути решения, сразу включается протокол. Это очень серьезно. Раньше я так не думал, но сейчас вот убедился, что структура вот этой института общественной палаты очень хорошо работает. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, есть ли какие-то вопросы у вас, предложения, возможно, да? То звоните нам 32-00-66-32-11-66, телефоны прямого эфира. Так, Ирина Валерьевна Андреевская. Так, вы председатель комиссии по социальным вопросам. Как вы сказали, вот недавно только приступили. Совсем недавно. Да, к общественной палате вообще. Вот, и к работе вот этой комиссии. Ну, очень важной комиссии, я считаю. Вот, а с какими все-таки интересными проектами у вас есть? Вот сейчас вы приступаете к своей работе основной. Да. Общественной. Да, спасибо. Спасибо. Ну, прежде всего, вы знаете, я хочу присоединиться и поздравить наших защитников. Все-таки скоро замечательный праздник. Мы будем поздравлять своих мужчин. И я желаю, конечно, крепкого здоровья, чтобы все было замечательно в их жизни. Ну, и, конечно, вот как сказал Матвей Иванович, общественная палата, она держит на пульсе, да, все, что происходит. Мы работаем с округами, мы работаем с пригородами, работаем с общественными организациями. И очень интересный проект, который мы сделаем старт 1 июня в год семьи, в год детства, он называется «Сундучок любви, тепла и доброты». Что же это за такой интересный социально значимый проект, который мы с нашей общественной палатой решили запустить в городе Якутске для наших детей, для родителей и для старшего поколения. Нам очень хочется на некоторое время, а именно июнь, июль, август, вернуться в то время советское, когда мы сами жили, когда были танцевальные площадки для старшего поколения, когда для детей были настоящие дворовые игры. Вот те самые, наверное, вы тоже сейчас сразу вспомните, правда, и казаки-разбойники. Лапта наша, да, любимая игра была. Это просто те игры, на которых мы выросли. Да-да. Очень хотелось бы научить наших ребят, которые остаются в городе. Я говорю слово «остаются» ключевое, потому что многие уезжают с родителями на лето. А мы для тех, кто остались в городе Якутске, и июнь, июль, август, будем для них работать. Мы будем работать вместе. Чем-то занять их надо. Да, мы будем вместе работать с общественным добровольческим движением «Волонтеры САХА». Общественная палата и волонтеры САХА. Я думаю, что это будет очень интересно. А почему сундучок? Потому что когда мы будем приезжать из этого сундучка, будут появляться кое-какие секреты. Я не расскажу все, потому что все-таки это будет секретом. И стартуем в июне месяце в автодорожном округе. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, 32-00-66, 32-11-66. Так, Сардану Анатольевну, я хочу обратиться к Протодиаконовой. Вы председатель комиссии по этике и регламенту. То есть тут есть, конечно, этика, это понятно. Наверное, уже чем занимается ваша комиссия тогда? Здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Как и сказал Матвей Иванович, что в нашей палате 21 человек, член работает. И все наши коллеги, мы работаем, функционируем по пяти комиссиям. Это комиссия по социальным вопросам, культуре и спорту. Комиссия по ЖКХ, строительству и благоустройству. Также комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами и патриотическому воспитанию. И пятая комиссия, это по развитию МСУ и взаимодействию с общественными объединениями. То есть четвертая. А пятая, это уже по этике и регламенту. Хочется вспомнить, когда же открылась наша общественная, когда начала работа общественная палата. Общественная палата начала работать по инициативе Айсин Сергеевич Николаев. В то время он был мэром в 2013 году. И сейчас у нас это четвертый состав. Первый состав, это было 19 человек. Тоже так же и от главы, от общественных организаций. Это ЕГД были представлены. До сих пор мы активно работаем. И естественно, также мы являемся мостиком между администрацией и населением. У нас есть почта op.egt.ru. И также можете обращаться в 503 кабинет, как и сказал Матвей Иванович, в администрацию города Якутска. С пометкой тоже в общественную палату. Мы очень много рассматриваем вопросов всегда по просьбам населения. И также всегда в газете КИН, наш город, эхо-столицы, мы тоже постоянно какие-то свои колонку имеем, чтобы обращение к гражданам. И хочется дополнить, вот в 25-го у нас в воскресенье будет большая акция. Хотим бы призвать горожан и гостей из столицы, чтобы все активно участвовали. Она пройдет в торговом доме Кружала с 12 часов. Более подробно может Ирина Валерьевна, давайте скажите. Там много общественных организаций участвует, сахаволонтер. Чем там будем заниматься? Да, это организаторами является наша общественная палата и также сахаволонтер. Общественный организаций сахаволонтер и большой вклад также вносит лига женщин. Лига женщин, да. Так, Ирина Валерьевна, ну вам так же... Продолжим. Хорошо, хорошо. А 25-го февраля что у вас там? 25-е февраля 2024-го года торговые ряды Кружала ждут всех жителей нашей столицы. Так. Управы города, пригородов, общественные организации, предприниматели, среднеспециальные учебные заведения, родители, частные лица. Все, кто, мы говорим, неравнодушные люди, приходите к нам на нашу благотворительную акцию, которая называется «Вместе Бергебит». Мы делаем сбор средств, да, делаем сбор средств и передаем тоже вот нашим землякам. Будет так называемая гаражная распродажа, да. Когда можно прийти, например, продать свою консервацию, правда, буквально там за чисто символическую плату, вот. Ну, а кому-то же это надо, а кто-то придет в наши горожане, и кто-то приобретет. Вот таким образом у нас набирается сбор. Мы еще будем проводить мастер-классы. У нас будут обязательно, конечно же, и выступать, и от Гордумы будут выступать Евдокия Ивановна Евського. И придут дети-студенты, наши дети-студенты, и будут представлять волонтерское движение. Хорошо. У нас телефонный звонок. Давайте-ка послушаем-таки. Наушники оденьте, пожалуйста. У нас телефонный звонок. Алло, слушаем. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Ольга. Так. Услышала об вашей акции, которую вы будете проводить. Хотела бы узнать, можем ли, ну, я или мои друзья принять участие в данной акции, и что для этого нужно. Спасибо за звонок, спасибо за ваше активное участие. Актуальные вопросы. Можете обратиться к нам. Вот, опять-таки, упомянем наш почтовый адрес opet.ru. Ну, или мы можем, да, телефон взять. Могут прямо подойти в буржаву. Да, мы перезвоним вам после эфира, да, перезвоним вам после эфира, и уже будем сотрудничать. Да, я могу добавить, Ольга, что вы можете обратиться к нам, и 503 кабинет, и вы, и ваши друзья, ваша семья. Вы можете принять активное участие в нашей акции. Вы можете продать в нашей гаражной распродаже консервации, какие-то вещи, которые нужны другим людям. Приходите. Мы обязательно, обязательно найдем вам место. А вы скажите, а где вы проживаете, Ольга? Нет, она уже вышла. А, уже вышла, да. Просто хотела уточнить, у нас как раз будет по округам, мы обозначим округа, и, может быть, Ольга, жительница, она может присоединиться. Если нет, пожалуйста, мы выделим для нее, для ее гостей и друзей отдельный стол, пожалуйста. Так, ну что ж, времени остается совсем немного, у нас буквально где-то около двух минут. Матвей Иванович, вам последний вопрос тогда. Вот обращение горожан, да, жителей городского округа, город Якутий, вот как вот сейчас они к вам поступают? Вообще там нет таких каких-то преград, чтобы, наверное, пришли, высказали свое мнение, да, в письменном виде или в устном, да? Ну, я хочу сказать, вот очень наглядно было по автобусам, да, у нас холодное время, и вообще-то по плану должны были менять маршруты, чтобы пробки объехать и так далее, должны были менять. Но вот мы от имени общественной палаты, потому что люди жалуются, попросили, чтобы отложили эти эксперименты, пока холодно, чтобы люди, да, по привычным своим маршрутам ездили, и глава пошел навстречу, и все эти маршруты первые, да, 101-й Табакинский, они остались прежними. Вот, например, очень хороший образец, и по снегу сейчас вот начнется, жители могут, мы вот планируем субботник, 17-м квартале почистить, почистим детскую площадку от снега, например, и призываем все общественные организации не просто критиковать, а активно участвовать. А именно конкретным делом надо. Да, делом. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот на этом наш первый блок уже практически подошел к концу. Во втором блоке мы продолжим встречу с очередными членами общественной палаты городского округа город Якутск. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Музыка Я представлю их. Это Феоктистова Сарглана Борисовна, ответственный секретарь общественной палаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Александрович Трепша, председатель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и патриотической работе. Добрый день. Здравствуйте. И Галина Прокопьевна Васильева, член комиссии по транспорту окружной администрации от общественной палаты города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы продолжим нашу сегодняшнюю телерадиопрограмму. Так, ну, наверное, Николай Александрович, и вам вопросы. Вот. Ну, какие мероприятия вы проводите для ветеранов? Ну, вообще, несколько слов об этом, пожалуй. Да, вкратце. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех представителей москового, также женщин с наступающим праздником Дня защитника Отечества, 23 февраля. Всех поздравляю. Хочу сказать, что общественная палата проводит большую работу с ветеранами. По инициативе общественной палаты 27 апреля 23 года, значит, в русском театре была постановка «Два берега, одна победа», где были приглашены, у нас был участник войны, ветераны тыла, труда. И, соответственно, хочу сказать, что все приняли, и в том числе профсоюз. Профсоюз хочу выделить, профсоюз, Министерство здравоохранения, они своим ветеранам даже, получается, закупили цветы и вручали букеты. Также был организован фуршет для ветеранов, то есть, получается, ветераны как будто побывали у кого-то в гостях, то есть, была все встреча. И хочу сказать, что глава города Евгений Николаевич выступил и поздравил, но это в преддверии Великой нашей Победы, Дня Победы было. Ну вот, следующий год у нас юбилейный. Да, следующий год у нас юбилейный, но пока не буду забегать вперед. Хочу сказать, что общественная палата, также напрямую уже было сказано, что существует фонд Победы, который на настоящее время уже собран и уже распределено около 80 миллионов рублей. Как вы уже слышали, что будет 25-го с 19 по 14 вкружала акция в поддержку воинов. Также Матве Ивановичу Лыдкину, председателю общественной палаты, получается, было обращение бойца СВО, и надо было срочно и медленно принимать решение. Буквально через два дня он уезжал на фронт, и, соответственно, общественная палата, ну, сами скинулись и купили ему прибор, прицел, ну, в чем он нуждался. То есть, как бы, помимо того, что проводит большую работу по сбору денежных средств, также непосредственно сами члены общественной палаты, ну, тоже скидываются и принимают решение. — Так, ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, продолжаем нашу передачу. Если есть какие-то вопросы, звоните нам, задавайте их так. Ну что ж, Сарглана Борисовна, к вам вопросы, да? Вот вы, значит, ответственный секретарь. — Да. — Вот, ага, общественная палата, конечно, я думаю, что вам уже известны планы какие-то, да? Что будете в этом году рассматривать на заседаниях палаты? Какие-то вопросы, может, уже есть, определены? — Да, конечно, мы... — Пожалуйста. — Во-первых, мы подвели итоги прошлого года, большое заседание проходило, там же мы наметили свои планы по комиссиям, каждый член тоже имеет право внести свои вопросы какие-то, планы мы корректируем, потому что там очень много обращаются жители города. Планы есть календарные, и обязательно в четыре раза в год одна комиссия должна провести какой-то большой вопрос рассмотреть. Помимо этого, я уже говорила, что план корректируется в связи с тем, что жизнь течет, что-то происходит в нашем городе, да? Естественно, что-то есть хорошее, что-то есть не очень, и люди обращаются по каждому поводу, и по хорошему, и по тяжелым каким-то случаям, да? — Мы стараемся очень быстро реагировать, поэтому быстро собираемся, принимаем какие-то решения, проводим по этому поводу либо круглые столы, либо рабочие встречи, вот как недавно провели, да? По транспорту у нас наболевший вопрос был, по нему очень срочно собрались, провели сразу рабочее совещание с представителем окружной администрации по транспорту, и приняли решение, что два члена нашей палаты войдут в состав этой комиссии. Вот сегодня у нас как раз Галина Прокопьевна представляет эту комиссию. — Так, но все-таки вот методы, которые принимаются по итогам решений комиссии, да, вот общественная палата, они все-таки вот как-то... — Да, но они в рекомендательном характере. — В рекомендательном характере, в основном, да? — Направляются, да, наверное, соответствующие органы? — Да, направляются соответствующие все органы. — Которые этим занимаются вопросом, например, да? Ну, помимо этого у нас по комиссиям очень интересные вопросы рассматриваются. Например, в прошлом году комиссия по социальным вопросам рассмотрела летний отдых детей по городу нашему, да? С приглашением представителей управления образования, департаментов, те, кто связан с этим вопросом. Очень хорошая такая беседа прошла, продуктивная, скажем так, да? — Были приняты какие-то решения определенные. — Ну, и в этом году, например, у нас дети Азии намечаются, да, мы тоже хотим участвовать в этих больших играх, в большом событии для нашего города. Мы мониторим, тоже у нас в планах стоит, да, мониторинг, посещение, так в народе называются наливайки. Это у нас в каждом округе есть такие предприятия общественного питания, которые мы обходим рейдами. Это у нас тоже запланировано. Вместе мы выходим на рейды с департаментом предпринимательства и торговли, с представителями МВД округов. Тоже большие мероприятия. — Ну, как часто вы выезжаете на эти наливайки? — Ну, в прошлом году... — Ну, вот я уже озвучила, да, с департаментом предпринимательства обязательно представители МВД присутствуют, либо там представители округов обязательно присутствуют, потому что мы обходим обычно по округам. Так легче обойти всех, да? — Ну, главное, чтобы эти вопросы не зависали, конечно. — Нет, конечно, да. — Бумаги не оставались. — Нет, нет, ага, там, значит, все рассматриваем, проверяем квадратуру даже, да, вот был новый закон. По этому закону проверяли, имеет ли право эта вот торговая точка существовать, например, да? Если у него меньше 75 квадратов, например, там, значит, 60 квадратов, он уже не имеет права работать дальше, да? — Ну, и расстояние, скажем, социальных объектов, да, вот эти вот так называемые меривайки и так далее, пункты продажи. Ну, мне кажется, вот как раз вот сезон, вот сейчас зима заканчивается, скоро весна, таяние снегов, уборка снега, да, опять у нас там лужи будут где-то, что-то как-то, кого-то будут подтапливать, наших деревянных домах, конечно. Там уже, конечно, ситуация будет тоже меняться, и люди будут обращаться, конечно, в общественную палату. Ну, вот 1 февраля мы уже рассмотрели этот вопрос, да, уже рассмотрели. Идем как бы опережающим темпом, чтобы не было вот уже там где-то люди потонули, да, мы только начинаем. Чтобы этого не было, мы уже заранее собрали СГХ, то есть службу эксплуатации городского хозяйства. Руководитель АМОСа Владимир Владимирович перед нами представил информацию, как будет вестись эта работа, что, кого будут привлекать, какие спецорганизации там по транспорту и так далее, да. Ну, частный сектор, конечно, нам больше обращается. Ну, конечно, больше. В частном секторе, да, у них больше проблем, чем нежели вот улицы, большие проспекты убираются постоянно, а частный сектор немножко у нас остается. 32-00-66, 32-19-66, уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть какие-то вопросы, пожелания, да, пожалуйста, звоните вот нашим участникам сегодняшней передачи, членам общественной палаты городского округа, город Якутск. Так, Галина Прокопьевна, вы тоже, конечно, занимаетесь в общественной палате, здесь довольно таким вопросом транспортным, да, вот. Ну, конечно, вот какая работа все-таки была проведена, я думаю, что здесь и общественная палата приняла участие, вот, по возвращению автобуса номер один, вот, на прежний маршрут. Кстати говоря, якутяне очень довольны стали с этим, да. Ну, все горожане, да, но в основном, кто ездит на автобусе номер один, все знают, что, конечно, вот, в связи с изменением движения маршрута номер один, было многим пассажирам вообще неудобно и испытывали большие трудности с проездом. До места работы и обратно домой маршрут один, все знают, что от воинской до паромной переправы маршрут был, да. И вот после того, как изменили маршрут один, очень много было жалоб, ну, и возмущений, в основном, и те, кто работали в промышленном округе, в частности, микрорайоне Гресс, да. И вот где-то в середине января по инициативе общественной палаты и активистов промышленного округа города Якутска мы провели два рейда и мониторинг пассажиропотока и движения автобусов именно один, девятнадцать, тридцать пять, сто одиннадцать. И после этого мы собирали подписи, подписи. Больше ста тысяч подписей мы собрали и предоставили городскую администрацию. И проблема была рассмотрена 26 января на рабочем совещании постоянной действующей комиссии по обследованию городских и перегородных автобусов маршрутов, да. И там в комиссии возглавляет комиссию заместитель главы Алексеенко Антон Анатольевич, и мы там приняли решение, что еще раз с 27 по 30 привести еще дополнительный рейд и мониторинг, ну, в частности, именно от остановки Рихарда-Зорге до паромной переправы, да. Чтобы установить там, сколько предприятий находится, сколько пассажиров, пассажиропоток и так далее, да. На рейды ходили 50 активистов промышленного округа. Хочется здесь сказать огромное спасибо управе промышленного округа, руководитель Семен Юрьевич Иванов, да. И также мы провели не только, ну, мы установили, что даже в том районе, ну, некоторые считают, что дальше нету, никто не ездит, никто не живет, ну, извините, там больше 20 организаций, около 400 работников пользуются ежедневно общественным транспортом, да. Также мы опросили 173 пассажира промышленного округа, да, которые ранее ездили на маршруте один до места работы и обратно. И, ну, конечно, все 100% утверждали, что испытывают неудобства и недовольны тем, что им приходится ездить на двух-трех автобусах, да, опаздывать на работу и учебу. И вот, как говорится, после этого тоже 8 февраля была комиссия рабочая по обследованию городских и перегородных маршрутов, да, где, наконец-то, мы все приняли положительное решение по изменению схемы движения маршрута номер один, да, в части возврата движения маршрута по старой схеме. Вот. Ну и 14 февраля наш любимый маршрут «Единица» едет сейчас по старой схеме, радуя всех жителей и работников промышленного округа, за что огромное спасибо Евгению Николаевичу, главе города, Алексею Анатольевичу, да, садовнику Айдарду Юрьевичу, которые, вот, посоветовали, проконсультировали нас, как провести рейды, мониторинг, да. Ну и сейчас на работу и учебу никто не опаздывает. Да. Ну, кстати говоря, вот пытались вот изменить маршрут номер 101, да, якутцы-табага. Да, вот он нет. Вот сейчас вот вроде бы как бы население там тоже... Да, табага тоже радуется. Нарекания были какие-то, ну, осталось в прежнем режиме. В прежнем режиме, да. Ну, это, как говорит комиссия, это было как тестовое, да, хотели понаблюдать, что, да, как... Реакция общественности, да. Ну, и не только реакция общественности, да. В мнении общественности. Ну, вот, тоже хорошо же, да, Санкт-Петербург. Ну, да. Так, в плане города, вот, есть ремонт дороги по 50 лет Советской Армии, вот, ну, как вы думаете, вот, когда он начнется, этот ремонт, и когда будут ходить автобусы? Это вопрос очень актуальный для горожан. Да, ну... Вот вы как член вот этой комиссии, что можете сказать? Да, я как член комиссии, да, всегда вот с Эдуардом Юрьевичем всегда на связи, и, да, и... Вот они же тоже вчера были вот здесь у вас в прямом эфире, да, наверное, рассказывали, да, но, ну, раз вопрос поступил, и отвечу на то, что я знаю, вот, этим летом 50 лет Советской Армии будет ремонт, и начнется с мая месяца. Дорога будет четырехполосной, и будет ремонтирован участок с перекрытца улицы Кальвица до улицы Бабушкина. Но у всех возникает вопрос, как будут ходить маршрутные автобусы, да? Да, конечно. Ну, об этом мы тоже спрашивали у комиссии, да? Ну, так как это сложный участок, который требует большого финансирования, трудоемкости, работы, да? И, как нам сказали, этот ремонт будет длиться до двух лет, и... Но летом, скорее, полного перекрытия не будет, так как дорога является одной из главных, да? Так как летом открываются паромные переправы, да? Так далее. И, как нам сказали, в планах до 2030 года стоит ремонт вот этой дороги дальше, дальше до дороги Намского тракта. Так, Саргана Борисовна, вот время у нас остается совсем немного, несколько минут, да? Еще раз, может, напомните нашим телезрителям и радиослушателям, вот люди хотят, например, обратиться по тому или иному вопросу, да? Вот адрес, где нахождение, пожалуйста. А как можно к вам пройти, что нужно сделать для этого? Пожалуйста, значит, можете приходить в кабинет 503, находится на Ленина 15, на пятом этаже окружная администрация города Якутска, либо на сайт, наш сайт, об общественной палате, да, общественной палате. И любому члену можете обратиться. То есть, да, вот прямо отсюда же. Николай Александрович, ну вот буквально у нас где-то еще минута, да, на нас лишнем. Что бы вы сказали, обращаясь еще к вашим телезрителям, радиослушателям, жителям столицы республики? Ну, я хочу, чтобы поддержали, да, вот 25-го числа, то, что мы делаем акцию. И хочу напомнить, что 23 февраля в 12 часов мы проводим, ну, как бы, не только общественная палата, это получается республиканская, это возложение цветов памяти нашим бойцам, которые, ну, на озере имени воевали. Ну, для нашей республики это получается, как бы, 23 февраля, немножко торжественные, траурные мероприятия. Ну, общественность города, я думаю, будет там, и тоже члены общественной палаты. Мы подойдем обязательно, ну, как говорится, отдадим дань памяти. Да, ну, и, соответственно, хочу пожелать, пользуясь случаем, чтобы наши ребята все пришли. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом передача Якут сегодня подошла к концу. Всего доброго, до свидания. До свидания.